Уравнение Белли, когда правая часть не днится, имеет одну серию решений. Очень важно понимать, что на самом деле не обязательно серия единства. Когда вы делаете бесконечный спуск, то может оказаться, когда правая часть стоит не единица, что вы можете спуститься до одного из нескольких вариантов. Очень важно это понимать, и поэтому давайте я аккуратно это выпишу. Найдем все его решения. Смотрите, одно решение я знаю. Это нужно взять x равняется 3, y равняется 1. А еще какое-нибудь решение с небольшими x и y. Есть? Что? Минус 3, y. Не, не, натуральное. x равно 5, y равняется 3. x равно 5, это будет 25, y равняется 3. Но на самом деле, по большому счету, на это можно остановиться. Потому что уже видно, что они, x равняется, как-то уж очень близки друг к другу. Но для того, чтобы вам действительно объяснить эту ситуацию, давайте сделаем так. Понимаете ли вы, что мы умеем решать уравнение а квадрат минус 2b квадрат равно единице? Почему уравняем а и b? Самое маленькое. То есть, 3 в квадрате, да? Замечательно. А что это значит? А это значит, что 3 плюс 2 корни из двух, когда умножаешь на 3 минус 2 корни из двух, то получаешь единицу. А теперь наш стандартный прием. Вот это уравнение разлагаем на множители. x плюс y корни из двух умножаем на x минус y корни из двух. Берем вот это вот равенство, подписываем под этим 3 плюс 2 корни из двух, здесь 3 минус 2 корни из двух, и перемножаем. Перемножаем. Что у нас получается? 3x. Здесь умножаем. y корни из двух, 2 корни из двух. 3x плюс 4y минус 2x плюс 3y корни из двух, и это равно себе. То есть, когда у нас есть решение, какая-то пара x и y, то мы из этого решения умеем строить новое. 3x плюс 4y и 2x плюс 3y. Соответственно, вы можете еще, 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 еще. И, применяя эту операцию много-много-много раз, вы получаете следующей серии решений. Одна серия получается так. x плюс y корни из двух, это есть 3 плюс корень из двух. Надеюсь, все понимают, откуда я это взял, да? x равно 3, y равно 1. А вторая серия решений будет 5 плюс 3 корни из двух, да? Умножить на что? Умножить на вот это вот наше замечательное число. 3 плюс 2 корни из двух в какой-то катой степени, где k равняется нулю, единице, двойке, тройке и так далее. k любое неотрицательное число. И вот. И другая серия решений. То же самое. Умножить на 3 плюс 2 корни из двух в катой. Это две бесконечные серии. Легко понять, что ни одно из этих чисел не равно ни одному из этих. Ну, проще всего это понять так, что вот это что-то большое. Когда вы берете 5 плюс 3 корни из двух, это будет... Корень из двух это примерно 1,4 десятка. Значит, 3 корни из двух это примерно 4,2 десятка. Это примерно 9,4 с чем-то. А когда вы берете 3 плюс корень из двух, то это будет примерно 4,4 с чем-то. Так вот, ребята, они отличаются примерно в два раза. А вот это вот число 3 плюс 2 корни из двух, оно, ну, очевидно, больше, да? Намного больше. Поэтому никаких шансов ни одного из таких чисел, ни какому к не оказаться равно, ни какому другому, конечно, нет. Это две разные серии. Никакое число отсюда не равно никакому числу отсюда. Вопрос. А еще есть, что мне сейчас нужно сделать, чтобы доказать, что кроме этих двух серий, других решений уравнения беля нет. А очень простужим. Мне нужно взять любое решение вот этого уравнения и попытаться его уменьшить. Вот я сейчас разделю его на 3 плюс 2 корни из двух. Ну, или то же самое. Умножу на 3 минус 2 корни из двух. Между прочим, я для этого фактически даже формулу могу не писать. Смотри, что я делаю. В этом месте я напишу минус. А вот я напишу плюс. Помните, мы это здесь считали? Здесь будет минус, а здесь будет плюс. Да? Здесь будет 3х минус 4у. Так, что будет здесь? А здесь будет 3у минус 2х. Так, ребята, пожалуйста, меня проверяйте. Здесь будет 3х минус 4у. И здесь тоже самое. 3у минус 2х. Так. Понятно или непонятно? Нет, проверьте. Иначе сейчас запутаемся. Значит так, 3х вижу, минус 4у вижу, 3у вижу, минус 2х. Все, включилось. А здесь тоже самое. Что это означает? А это означает, что если у меня есть решение x и y, то в таком случае 3х минус 4х и 3у минус 2х, это тоже решение. Правда, оно не больше, а оно на самом деле меньше. Оно, как сказать, если я, не буду даже стрелочек вставить. Идея такая. Я сейчас докажу, что вот это решение, оно по величине меньше, чем пара x и y. И что оно все равно положительное. Если x больше, ну чего, у меня здесь вот числа x3 и 5. Давайте, x больше 6. Поехали. Если x больше 6, y больше 0, x квадрат минус 2у квадрат равно 7, то вот эти вот числа удовлетворяют такому неравенству. Это будет меньше x и 3у минус 2х. На самом деле, даже не обязательно проверять, что оно будет меньше, чем y, потому что монотонная зависимость. Если здесь меньше, то там тоже будет меньше. А это абсолютно, что называется, привычная для нас деятельность. Это абсолютно привычная для нас деятельность. Потому что, смотрите, вот у нас, как проверить, что 0 меньше, чем 3x? На самом деле, надо проверить, что 4y меньше, чем 3x. Надо проверить, что 2x, 2x, вот я, когда прочитаешь, меньше, чем 4y. И надо проверить, что 2x меньше, чем 3y. Ну, во-первых, если мы это узнаем, то мы это тоже будем знать, поэтому можно это не проверять. Во-вторых, что это такое? Очень просто. 16y квадрат меньше, чем 9x квадрат. А что это такое? 4x квадрат меньше, чем 9y квадрат. Ну, хорошо. А что такое в конечном счете у нас x квадрат? Это 7 плюс 2y квадрат. Отлично. Пишу 16y квадрат должно быть меньше, чем 9, умножить на 7 плюс 2y квадрат. Куда же это денется? Конечно. Здесь у нас 16, а здесь у нас 18. Так, здесь проверяю. 4 умножить на 7 плюс 2y квадрат. Так, здесь будет 28 плюс 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 8y квадрат меньше, чем 9y квадрат. То есть надо проверить, что 28 меньше, чем y квадрат. Проще говоря, надо проверить, что y больше 5. Ну, господа, это делается очень просто. Надо в нашем уравнении проверить варианты. y равняется 1, 2, 3, 4, 5. Подставляем, проверяем. Понимаете, да? Просто когда вы вместо y будете подставлять единицу, у вас получится x равно 3. Вместо y будете подставлять 3, у вас получится x равно 5. А вот когда будут остальные варианты, у вас ничего не получится. Давайте проверяем. 1 и 3 подставили. Осталось что подставить? 2, 4 и 5, да? 7 плюс 2х4. 7 плюс 2 умножить на 16. И 7 плюс 2 умножить на 25. Это квадраты или не квадраты? Вот это вот 57 явно не квадрат. 32 и 7 тоже не квадрат. 8 и 7 тоже не квадрат. Доказали. Ну, немножко попременично называется. Долго, но идея абсолютно правильная. Идея абсолютно понятна. Более того, ребята, если вы посмотрите в общем виде то же самое, то у вас получится, что всегда конечное число 7. То есть не может быть так, что уравнение Белли имеет бесконечную новую серию. Обязательно конечное число, скажем, в этом уравнении 2 серии.